Здесь все очень даже цивильно, ты сразу же попадаешь сюда внутрь и есть запах этот Вот так вот выглядят финики, когда их только сорвали с пальм Напоминают очень сладкую медовую грушу Вот такие вот страшилки, страшилки огурцы Берешь себе, вытираешь, зачем крем, ребят, просто покупайте такую штучку Если вы только переехали в Дубай, либо вы турист, либо вы тут давно живете В этом выпуске я расскажу вам очень полезную информацию Мы покажем вам лучшие рынки, которые стоит посетить Здесь вы можете найти как продукты для ресторана, просто скупиться домой Либо же найти себе поставщиков Не переключайтесь, ставьте лайк этому выпуску, подписывайтесь на канал Обязательно отмечайте колокольчик Ну а мы начинаем с первого нашего рынка Это Waterfront Fish Market Пойдемте смотреть На самом деле, все, кто думали, что рынок это в привычном состоянии Какой-то вонючий старый рынок Здесь все очень даже цивильно Он больше похож внутри на мол Или какую-то базу продуктовую Сейчас зайдем внутрь, будем смотреть Есть, конечно, запах рыбы Ты сразу же попадаешь сюда внутрь И есть запах этот Не очень приятный Но Что, как говорится, делать Это же рыбный рынок Идемте смотреть Изнутри Так, мы только что выяснили, что рынок вообще состоит из четырех отделов Рыбный самый главный Со специями С фруктами и овощами И птицей Начинаем с рыбного Давайте смотреть Очень много прилавков Все свежее Выловленное в ближних водах Привезенное из Индии Рыбка свежая На прилавках Пойдем смотреть Мой друг сейчас расскажет нам, что он продает И где же это все берет Как ты, мой друг? Как ты именем? Мама Тарик Здравствуйте, Андрей Что у тебя здесь? Пожалуйста, расскажите мне, пожалуйста У меня здесь много вещей К� Tolkien нормально Это город Этоların в самом начале Из Жумейры Из Жумейры Шумейры? Ру config Б deven producer Вы все дня wants Все новыеris Вас Красят Дchte Что дальше? Шрибный рынок Это некоторые места Это из Индии Александра Эта из Пакистанса Эта parte Мама Эта Три Пакистан Как часто вы получаете новые продукты? Некоторые люди продают их и продают их. Я купил в ночное время, в ночное время. Как вы понимаете, если шрифт будет fresh? Как вы понимаете, как мы видим? Вы проверяете, брат. Держите это и проверяете. Если нет плохого, то очень вкусно. Если не вкусно, то не вкусно. Как вы проверяете цветы? Если вы посмотрите на эту сторону. Это должно быть белый? Так белый, очень вкусно. Если цветы изменятся, то нет белого. Если черный, то не вкусно. Но лучше, то проверяйте. Если черный, то не вкусно. Если черный, то не вкусно. Если черный, то не вкусно. Как лучше? От где? От Индии, от Пакистана? Как вы предлагаете? От Аман. И очень вкусно. Почему? Тело вкусно. Почему? Но из Оман это очень, очень, очень. Это из Канадии. Канадий лобстер. Это от Канадии. Это из фарма. Не из власти. Не из фарма. И где это? В Канаде. Это у нас есть жизнь. Это у нас есть жизнь. Это немного хорошо. Но из Оман... Это из Оман? Это из Оман. Этот лобстер очень вкусный по всему миру, очень вкусный, это очень вкусно, 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 это очень вкусно, да, это от него. Хорошо, и у вас есть локальный лобстер, да? Вы можете показать нам? Это большой лобстер. Вы видели такие лобстеры? Это песчаный лобстер, сейчас вы увидите, как он выглядит. Это лобстер. Вы можете показать лобстер? Да, вот так. Он выглядит совершенно другой, как броненосец какой-то. Смотрите. Как вы понимаете, это хорошо или не хорошо? Вы верите, и внутри вы посмотрите. Почему? Если лобстер, то белый, то белый, то белый. Если белый внутри, то белый. Хорошо. И сколько для 1 кило? Это 1 кило 75 кило, это может быть 2 кило. Если вы хотите большой, то может быть 1 кило. Если вы хотите небольшой, то может быть 3 кило. Это только грил, это очень хорошо, это очень хорошо. Какое специальное у вас есть? Это 1 кило? Какое сило? Это лимит. Это лимит. Это лимит. Это лимит. Это лимит. Если у женщины не имеют лимит. Да. Это очень красиво. Это может быть приемат. Грилл. Вы продаете для ресторана или можете… Смотрите, сейчас я расскажу, как правильно выбирать свежую рыбу. Есть два основных момента, которые нужно знать. Конечно же, это запах, он должен быть нормальным, не вонючим, не отвратным. Второй момент – это жабра. Всегда открывайте и смотрите жабра рыбы. Если они ярко-бордовые, тогда это значит, что рыба свежая. Если они начинают темнеть, либо они слизистые, уже когда вы открываете, закрываете и есть слизь, это значит, что рыба уже полежала и она не свежая. Поэтому обращайте на это внимание в первую очередь. Какого, баба? 25. 25? 25. Это номер один. Хорошо. Продолжение следует. Посмотрите, что мы нашли. Смотрите, голубая рыбка самана. What's the name? Carrot fish. Carrot fish. Не знаю, что это за название, но выглядит красивенько. What is best? You take taken. Here, 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 catch. Here? Okay, okay. Same like this. What's the weight? What's the weight? What's the weight? Maybe 3. 4 kilos. 3 kilos. Ну, так, внушительно, 3 килограммчика. Оп. Вот такая вот штучка тут продается. Приходите, попробуйте. Сейчас мы вам покажем, когда вы покупаете рыбу, здесь ее также можно почистить. Пойдем смотреть. После того, как вы приобрели свою вкусную рыбу, вы можете бесплатно почистить и разделать ее также здесь, прямо на рынке. Для этого отведена отдельная area, где есть даже зона ожидания. Вы просто подошли, взяли билетик, отдали свою рыбу и через некоторое время вернулись ее забрали, либо же присели с чашкой кофе, подождали ее здесь. Это впечатляет, все сделано для людей, все продумано, чтобы вы не парились, не забрызгали чешуей дома всю квартиру. Все сделано для людей, поэтому приезжайте на фиш-маркет, покупайте рыбу, разделывайте и дома только жарьте ее. Смотрите, что мы нашли. Это когда-то была голова акулы. Вот так вот можно посмотреть, как выглядят челюсти сблизи. В несколько рядов острые зубы, которые легко могут перекусить руку, либо голову человека. Ну, ну что, родная, пошла ты с пивом на ура. Сколько это cost? Это 500. И для чего? Для чего? Для того, чтобы это съесть? Для того, чтобы это съесть. А, то есть, для съесть, скульпчур. Но это скульпчурное и скульпчурное? Да, нет скульпчурного. Это скульпчурное. Нет скульпчурного. Хорошо. Понятно. Спасибо. Так, значит, мы были вот здесь, в основной части рыбной. Сейчас идем фрукты, овощи, специи и потом покажем еще курицу и мясо. Пойдемте. Давай-давай. Давай-давай. Это что? Манго-манго. Это маленький манго? Да, маленький манго. Смотри, маленький манго. Это сладкий манго. Это из Таиландии? Да. Откуда Таиланд? Много вкусно. Говоришь на русском? Да, да. Говорю русский. Тут на русском все уже понимают. Откуда Таиланд? Вкусно там. Сколько стоит? 25 дирхам. 25 дирхам? Один коробка. Очень недорого. Смотрите, 25 дирхам. Мини манго, сладенькие, вкусненькие. Больше 1 килограмм 15 дирхам. Откуда тот? Откуда там из Южной Африки. А тот желтый сколько? Таиланд 30 килограмм. Сколько? 30. 30? Дорого. Откуда дорого? Вот такой магазин. Сколько продавец там не понял? Хорошо. А что это такое? Кастерополь. Кастерополь, нонгон. А такое мангустин, чику. Это что? Это что? Чику, чику. Что это такое? Чику. А такое чеснок кушают там. Чеснок. Попробовать дашь? Да, сладкий. Драган, моракуя. Моракуя помни? Да. Вот такое или да? Попробуй такое. Попробуй. У тебя? Попробуй. У тебя? Попробуй. И так и на развес. И что самое важное, можно попробовать все. Соответственно, попробуй уже выбрать, что вам понравилось и взять с собой. Привет! Все очень доброжелательные. Это очень круто. Все улыбаются и готовы вам продать как можно больше вкусных фруктов и овощей. Сами? Да, да. Вот такое или да? Да, много сладких. Как называется? Чику, чику. Чику? Чику. Куколка. Куколка. Помнишь? Сладкий. Восемь. Напоминает грушу. Мадам, попробуй. Как грушу напоминает? Да? Как пир. Понимаешь, груша я говорю? Груша такое. Такое груша. В общем, напоминает очень сладкую медовую грушу. Раньше не пробовал, он говорит, что это называется Чику. Я первый раз вижу такое, даже в Таиланде мы не видели такого. Это с Саиланда? Индия. А, все понятно, это с Индии. Индия, Индия. Окей. Другая. Папайя гона? Папайя. Папайя знаем, конечно. Папайя знаем. Купника, бульбери, манго, мангусты. Мангусты это такое гона? Знаем, да. А такое эли? Да. А такое эли? Маракуэли, драган, гуава, гуава. Гуаву знаем, все знаем. Гуава гона. Ананаска маленькая, большая ананаска. Ананаска боно? Да. Другая анджирь, анджирь. Это красный апельсин, сейчас как раз его время, года февраль-март, когда они возревают и их доставляют. Откуда? Италия? Откуда? Мы от Италии. Ливана. С Ливана, вот. Так что, самое время кушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот выглядят финики, когда их только сорвали с пальм, они вот на таких ветках, и дальше они висят, увяливаются, высушиваются в самый привычный формат, как они есть. Это очень натуральный формат, это разные травы. Но, например, почему это более светлый цвет, и это более яркий цвет? Да, это разные формы. Это разные формы, да? Да. 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 Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Какая-то ценная дата здесь? У меня есть амбар дата, которая из Мадинска, Саудовской Аравии. Это специально, потому что это меньше сладкое, это немного хорошее и меньше сладкое. Хорошо? Можно открыть? Да. Я люблю это. Самые дорогие финики, которые у него есть здесь в магазине из Саудовской Аравии. Сколько? 90 грамм по килограмм. В районе 30 долларов за килограмм. Ну, неплохо, как для фиников. Ты знаешь, это нормальный цифр, потому что здесь в целом. Да. У нас более дорого, я согласен. Да. Также, это тоже есть разные размеры. Это большая и маленькая. И этот цифр? Это 60 грамм. 60? 20? Да. 20 долларов? Да. Потому что размеры. Именно размеры. Именно размеры, но просто размеры. Некоторые клиенты хотят большую. Да. Какая-то популярная, что люди покупают от тебя? У меня в компании 250 канты. Вау! 250 разных сортов. Да. Много канты. Но это Баблио. У меня около 30 таких канты в магазине. Это Баблио. Но что больше популярны? Люди покупают? Люди, эмиратские люди, что они покупают? Что они preferят? Эжва. Эта. 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 окей считается что если каждый день есть по 7 фиников на голодный желудок то у вас никогда не будет никаких отравлений раздражение и вы будете здоровы вот он продукт исцеляющий наш организм получается с are с chocolate date and basket ok ok а следующий день сайт дэйс and say that's covering with chocolate this was spoken as different than different is also this coconut this cappuccino also i have caramel i have sugar 3 and i have normal ones like that this is inside с дейтсом? Это с дейтсом и это с дейтсом туфи, это очень сладко, но это сделано в Франции? Это только чоколад, нет дейтсом, это с трофелами. Это сделано в Франции. Также я имею арабский кофе, тоже с кардамоном, бенжер, сапрон. Очень популярно на востоке пить арабский кофе, закусывая как раз финиками, поэтому это лучшая комбинация и это всегда продается в таком тандеме. Сколько кофе? Кардамон и рейнджер, это 60 грамм бирбокс. Сапрон, это 80 грамм. И чоколады? Чоколады тоже разные тесты. Я имею арабский кофе, с сахаром и сахаром. 60 грамм, 45 грамм. Хорошо, интересно. Приходите скупаться. Ну что, мы приехали на следующий рынок, это Fruit Vegetable Market, Дубай. Находится он немножко подальше, по дороге на Олейн. Он делится тоже на два этапа. Здесь стандартный, нормальный, традиционный рынок, база, где вы можете купить как оптом, так и в розницу. И также здесь овощная и фруктовая база, куда свозят в принципе в Дубае все овощи и фрукты. И уже поставщики продают и развозят по магазинам, по ресторанам. И для начинающих рестораторов, шеф-поваров, которые только переехали в Эмираты, это хорошее место, где можно найти связь, контакты с поставщиками. В принципе, все они здесь присутствуют и мы сегодня вам покажем. Пойдем смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok На этом базаре очень много привычных нам овощей и фруктов. Но вот мы нашли один лоток, я хочу вам показать. Здесь представлено очень много овощей из Индии. Например, есть несколько видов бобовых стручков, которые можно использовать в салаты, либо добавлять в супы. Повара знают лучше меня. Есть окра. Это особый овощ, который хорошо просто обжарить, потушить на сковороде. Омлеты с ним очень хорошо, вкусно получаются. Также его закрывают, как наши огурцы обычные. Из интересного. Зеленое манго. Не путать с обычным манго сладким, который мы привыкли есть. Этот сорт манго используют непосредственно зеленым в салаты. Он не сладкий. Также есть вот такие вот страшилки. Страшилки-огурцы, которые тоже принято использовать в салаты. И их добавляют в различные карри, в индийскую кухню. Больше я нигде не встречал. Если кто знает, как их готовить, напишите в комментариях обязательно. Хочу рассказать одну интересную штуку. В Дубае продается привычный нам лайм, который мы знаем все. И также есть маленький индийский лайм. Вот этот маленький лайм, он очень крутой. Я всем советую использовать его в кондитерском ремесле. Как говорится, он очень ароматный. Он не такой кислый, он очень ароматный. И дает там лимонному тарту, либо различным лимонному суфле отличный лаймовый аромат. И меньше кислинки. Так что ищите в магазинах и на рынках города маленький индийский лайм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Одним из трех рынков, которые я хочу вам показать, является спайс-сук, что означает рынок специй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень много и золота, и всяких побрякушек, и национальной одежды. Недалеко находится Иран и Индия. Соответственно, это был своего рода хаб 40 лет назад, где торговцы обменивались своими вещами и продуктами. Сегодня пятница. Тут просто дурдом, потому что все выходные, в Арабских Эмиратах в пятницу никто не работает, поэтому все здесь, и туристы, и местные, все вместе. Пойдемте посмотрим, как же это выглядит, и узнаем что-то интересное. Пойдем. Это был центр. Сейчас, с открытием все больше и больше новых моллов и торговых центров, здесь, конечно, все закрывается. И из большого рынка, одного из самых больших на Востоке, здесь осталось буквально три улицы. Играет музыка. Да, что это? Это инди-кол. Инди? Инди-кол, для джинс-кину. Для тишит-кину. Окей, для чего вы используете? Вы можете ехать или нет? Нет, джинсы. Ребята, вот это добавляют, когда варят джинсы. Прикольно. И это для чего? Это сульфат, сульфат для аллергии, скин аллергии. И что вы делаете с этим? Для чего вы используете? Для скин? Для скин аллергии, да. Вот так вот используют для аллергии, он говорит, берешь себе, натираешь. Зачем крем, ребят, просто покупайте такую штучку. Сульфат называется. Окей, что дальше? Дерай лимон, сатрон лимон. Один-дерай лимон, для чекен, рыб, суп. Дерай лимон, для... Вы добавляете в суп, да? Да, добавляете в суп, да. Окей, здорово. Дерай лимон, для чай. Ага, нужно знать. Дерай лимон, для чай. Угу, здорово. Дерай лимон, после шевеления. И что вы делаете с этим? Дерай лимон, после шевеления. И как вы его используете? Да. Это жилет, да? Да. Это жилет, после шевеления. Но как вы его используете? Дерай лимон в воду. А, окей. Вот, пожалуйста, гель после бритья. Просто макайте в воду и потом побрились и используйте вот так вот. Такого мы не видели еще. Окей, что дальше? Да. Но ничего, чтобы съесть? А, внутри? Что ты хочешь сказать? Шафран? Это шафран, да? Нет, это санфлауэр. А, реально? Санфлауэр для какой цвет? Ничего себе, очень похоже. Вот так вот, смотрите, а то вас обманят. Ребята мне попались честные, не обманывают, это не шафран. Как это? Это лаванда, 4 tea. Лаванда? Вот это? Это пomegranate. Пomegranate? Ну так же, вы also comes in tea? Б zones Это роз? Б right"? Камамил? Да, это ам 없어, так же? Это again. Это все такое чары, да? Это жилет. Да, это жилет. Хорошо, и здесь и жилет какой стаки? Карри, арабский карри, индий карри, как, спайси Какая разница между арабским и индийом карри? Это арабский, как спайси, индий И арабский, норман, это разница Арабский, норман, индий, как спайси А, окей, то добавляешь чили Да, чили, как спайси Спасибо, брат Самая дорогая специя, это шафран Самая дорогая, да? Да, дорогая Это из Турции Это афганский Это афган? И иранский? Иранский, да Этот намного приятнее пахнет, это афганский Не видел никогда Он без желтизны, буквально весь красный Он без без сафраны Почему? Это иранский, не знаю? Нет, это searched google, и без сафран из Афганистана Но люди любят Иран И сколько это нижелось? Это ежегодно, 20 грамм 20 грамм Это ежегодно Да, это 6 грамм И иранский? 10 грамм Это самый дорого Это стоит Search google, и без сафран, и без сафраны 20 дирхам 6 долларов спасибо я считаю что в дубае лучшее место для покупки специй это spice market приезжайте сюда покупайте в магазинах в принципе можно найти все это тоже но цены будут в три в четыре раза дороже здесь конечно же очень много туристов и нужно торговаться взбивайте цену минимум вдвое это возможно реально покупайте используйте и всем поварам советую приезжайте пробуйте это это лучшее место где вы можете взять все необходимое мы сейчас находимся в именно той части города которая сохранилась с момента основания дубая и это уникальная возможность увидеть традиции и как жили люди ранее вот сейчас она именно так и осталось нетронутом виде мы с вами знаем из телевизора из радио из рекламы дубая как инновационный город будущего с небоскребами с высокой башни бурж халифа с семи звездочными отелями и так далее но именно здесь мы можем видеть работяг которые трудятся какие блин наверное сто лет назад продавая специи продавая какие-то свои национальные одежду и прочие продукты это круто обязательно приезжайте сюда и посмотрите как это все выглядит ну а для тех кто занимается ресторанным бизнесом это хорошая возможность попробовать увидеть все потому что здесь в принципе они открыто рассказывают о своих специях и есть возможность взять небольшие сэмплы и протестировать себя на кухне добавляя свои блюда потому что конечно же не забывайте адаптировать ту или иную кухню которую вы готовите в своем ресторане под этот рынок потому что это залог успеха а это видите вот те вот синие лодки так вот именно на них с ирана перевозят специи и прочие продукты а в иран доставляют таким образом как и ранее бытовую технику а вот на вот этих вот красных маленьких можно переплыть на тот берег всего лишь за один дирхам стоит огромная очередь и туристы просто балуюсь туда-сюда плавают наслаждаясь прекрасным видом на старый город я и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, наш выпуск подошел к концу. Я надеюсь, вам понравился мой обзор самых больших рынков в Эмиратах, в Дубае. Что важно знать? Важно знать, что везде, включая поставщиков, нужно торговаться. Это арабская страна, здесь принято торговаться как на рынке. И всегда пытайтесь как минимум на 30%, а то и 50% сбить цену. Это возможно. Надеюсь, каждый из вас, побывав в Эмиратах, и кто переехал сюда, сможет открыть для себя эти рынки, найти нужные продукты для использования в ресторанах, либо в домашних условиях. Шеф-поварам и рестораторам однозначно советую, потому что именно здесь вы можете узнать всю информацию, попробовать на месте любой продукт, и уже потом договариваться о ценах и находить реальных поставщиков. Ставьте лайк этому выпуску обязательно, ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал. Дальше будет интереснее. Оставайтесь с нами, это съедобный бизнес. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok